Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, поехали! Сегодня на ваш суд представляю очередную версию монтажа. Посмотрите, оцените в комментариях. Не забываем о том, что комментарии я читаю все-все-все на какие-то избранные, даже отвечая, ну в смысле не на избранные, а на те, которые мне есть что ответить в каком-нибудь развернутом состоянии. Ну то есть там не просто лайк какой-нибудь поставить, а что-нибудь там вам написать, что-то объяснить. Поэтому вопросы, если вдруг у вас возникают, вы тоже можете писать в комментариях, если вдруг вам где-то что-то в ролике было непонятно. Я же сегодня хочу с вами поделиться впечатлениями своими о вчерашнем дне. Вчера мы с ученицей прошли повышение квалификации. Ученица под моим контролем сделала себе совершенно потрясающие стилеты. Я ими хвасталась в инстаграме, похвастаюсь в шортсах. И здесь на ютубе завтра, скорее всего, выйдет шортс, где я чуть-чуть поснимала процесс, как ученица работала, как мы там выкладывали материал, как опиливали, какие ногти у нас получились. Ногти получились просто неимоверные. В инстаграме я их уже выставляла, мне прилетело безумное количество комментариев, очень много всяких разных огонечков и так далее. В общем, я до сих пор в полном восторге от того, как прошел вчерашний день. Ну и, собственно говоря, после того, как прошел вчерашний день, как я и обещала в шортсах, я провела с вами прямой эфир. Если вы вдруг этот прямой эфир не смотрели, посмотрите обязательно, потому что эфир получился тоже бомбический. В этом эфире мы сделали мне коррекцию на мои безумно отросшие ногти. Да-да, здесь я принимаю ваши тапки в комментариях, потому что так запускать свои ногти мастеру, конечно же, категорически никогда нельзя. Нельзя мастеру сапожнику без сапог ходить два месяца без коррекции. И тем более на моих клюнувших ногтях это выглядело совершенно ужасно. У меня уже жутко болели пальцы, признаюсь вам здесь. Если бы я вчера себе коррекцию не сделала, мне бы пришлось вчера ногти просто поснимать, потому что ну очень сильно тянуло ногтевую пластину. У меня уже прям реально болели пальцы. Если бы я коррекцию не сделала, я бы их, наверное, поотрывала бы, ну я имею в виду ногти бы поотрывала к чертям буквально через два дня. Но тем не менее, посмотрите, с такой длиной, как бы, длина у меня была довольно-таки критическая. Длины у меня после того, ну сначала я нарастила тринадцатую длину. Это если вдруг кто-то не видел все это безобразие у меня на канале, я вам рассказываю историю, да, как это все было. В прямом эфире, опять же, прямой эфир, по-моему, был на эти ногти. Мы с вами их делали в прямом эфире. Я нарастила себе тринадцатые красивенные ногти, потом через три недели убрала на них длину и где-то с семерочкой проходила, получается, два месяца. Так вот, правильно смоделированные ногти даже на такой длине, даже с запущенной коррекцией, даже со всеми вот этими вот нюансами относились отлично. Кроме небольших оторвышей у кутикулы, это не отслойки оторвышей, кроме небольших оторвышей у кутикулы, никаких проблем с ногтями у нас не возникло. И тут меня интересует вопрос, сталкиваетесь ли вы с какими-либо проблемами во время носки ногтей? То есть, существуют ли у вас какие-то проблемы? И какие проблемы у вас существуют чаще? Поломки, отслойки или еще какие-то ваши варианты? То есть, давайте мы в комментариях сегодня поговорим о том, какие проблемы в ношении ногтей существуют у вас и ваших клиентов. Я соберу основную проблему, которая интересует большинство моих зрителей и постараюсь дать максимально развернутый ответ конкретно на ваш запрос. То есть, давайте мы будем создавать контент вместе, будем ориентироваться на то, что вас интересует. Я сделаю со своей стороны все, что могу, но мне нужна ваша помощь. То есть, мне нужно разобраться, что конкретно вам необходимо. Итак, сейчас у нас, как вы знаете, идет мода на гель. Все говорят, слава богу, все мастера решили сказать, что база для гель-лака это плохо. Я вам об этом говорила с первого дня существования канала, но вы и так в курсе. Так вот, мы все возвращаемся к гелю, но гель это теперь новый, оказывается, материал для мастеров. И с этим материалом у мастеров возникают проблемы. Так вот, мастер, работающий на геле больше 20 лет, я могу вам с этим помочь. Мне единственное нужно, что вам рассказать про гель. Напишите мне в комментариях, что вас интересует. Какие проблемы с гелем у вас возникают. Возникают ли у вас, в принципе, какие-то проблемы. Что вас интересует конкретно в этом материале. И я сделаю большой, красивый, развернутый ролик на данную тему. У нас же сегодня на экране ногти, выполненные гелем. Кроме как гелем я не работаю, в принципе, сейчас ни с чем. Никогда не работала с базами от гель-лака. Фистично работала с акрилом, в принципе, если сейчас найти хорошую торговую марку акрила. Кстати, может быть мне кто-то посоветует хорошую торговую марку по акрилу. Потому что в свое время, когда акрил отошел на второй план, в России купить хороший качественный материал, я даже не знаю у кого. Я с удовольствием работаю акрилом. Это тоже один из любимых моих материалов. Я бы и сейчас с ним с удовольствием поработала. Но, к сожалению, не знаю где купить. Поэтому, если вдруг кто-то знает, кто-то из акрильщиков у нас в стране остался и знает хороший акриловый материал, напишите мне, пожалуйста, торговую марку. Я куплю себе мономеры. Мы, может быть, поговорим и об акриле тоже. Потому что акрил это тоже замечательный материал для моделирования ногтей. Итак, основные вопросы данного ролика мы с вами обсудили. Ролик у нас получился вот в таком вот качестве. То есть мы с вами поговорили на отвлеченную тему и в то же время получили вроде бы как полезную информацию. Но я очень старалась, чтобы информация была для вас полезной. Я очень старалась, чтобы вы получили и готовый мастер-класс, и могли рассмотреть любые движения. И в то же время мы с вами могли пообщаться о чем-нибудь, что не касается того, что происходит на экране. Потому что толдычить из ролика в ролик о том, что вот, смотрите, вот тут вот мы берем, вот сюда добавляем, мне уже надоело. Давайте с вами говорить именно вот на какие-то вот такие вот отвлеченные моменты. Так вот, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Жду ваших комментариев. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok